Здравствуйте, это Юниор, программа о детско-юношеских спортивных секциях в Омской области. Сегодня мы в гостях у королевы, королевы спорта. Мне всегда было интересно узнать, почему легкую атлетику так называют. Чтобы в этом разобраться, мы побываем на тренировке в манеже спортивного комплекса «Сибирский нефтяник». Такая нелегкая легкая атлетика. Я бы не сказал, что она легкая. На самом деле тяжело добиваться успеха. От детских догонялок к олимпийским рекордам. Расти и расти, а там, как бы, что Бог даст, то и будет. 100 или 200, 400 или 800, гладкий или барьерный бег. Я считаю, что вид нас выбирает. Либо дистанция нас выбирает, а не мы выбираем сами дистанцию. Легкая атлетика – спорт, который, наверное, придумали дети. Они очень любят бегать на перегонки, соревноваться, кто выше и дальше прыгнет. Возможно, так объясняется невероятная популярность во всем мире этого вида спорта. Но за внешней простотой и легкостью скрывается упорный труд. Каждый спортсмен знает, чтобы превзойти других, необходимо сначала победить себя. Легкая атлетика – это, наверное, самый тяжелый вид спорта. Ты покажешь какие-то результаты, то есть превосходишь себя в чем-то, стараешься делать больше и больше, то есть тебя это втягивает хорошо. Я много раз ходил на разные спорты и мне не нравилось. Тут хорошая команда, тренер хороший, интересно бегать разные дистанции. В легкой атлетике развиваются такие черты характера, как выносливость, терпение, труд, самолюбие. Без самолюбия мы ничего не достигнем. Фигура хорошая, то есть в хорошей форме остаемся. То есть девочки у нас все стройненькие, хорошенькие. В легкой атлетике можно делать много разного. Прыгать в высоту, прыгать в длину, через барьеры. Что правда, то правда. Выбор велик. Легкая атлетика включает в себя 56 видов различных дисциплин. В Омской области успешно развиваются 48. Среди них самые популярные бег на различные дистанции метания, прыжки в длину, в высоту и с шестом. Самая большая высота, которую пока преодолела Настя Бирюкова, надежда Омской легкоатлетической школы, 4 метра 30 сантиметров. Мечтает покорить 4,50. А, к примеру, мировой рекорд знаменитой прыгуни с шестом Еленой Есимбаевой 4,83. Так что стремиться есть к чему. В олимпийскую программу прыжки с шестом входят с первой летней олимпиады 1896 года, но проводились только среди мужчин. Женские прыжки с шестом дебютировали в Сиднее в 2000-м. Кроме физической подготовки и координации, необходимо уметь варьировать тактическими приемами, так как есть возможность пропускать высоты и переносить попытки. Многие спортсмены после неудавшегося прыжка переносят попытки на следующую высоту. Прыжки с шестом – один из самых продолжительных по времени видов легкоатлетической программы. Прыжками с шестом Настя занимается 6 лет, а начинала, как все, с беговой дорожки. Тренер подметил в ней особенные координационные способности, прыгучесть и предложил попробовать шест. Настя согласилась сразу. Интересно попробовать что-то новое. Хоть и страшно было, но, говорит она, впечатления от прыжка такие, что его хочется повторить вновь и вновь. Первые секунды, когда бежишь по разбегу, как бы все силы отдаешь на то, чтобы у тебя получился, ну, как бы думаешь о том, чтобы у тебя получился прыжок, и в итоге, когда уже взлетаешь, ты понимаешь, что, о, ты взлетела, особенно когда перелетела планка, то это вообще классно, супер, получается эйфория, как бы, ну, все. И дальше еще хочется еще выше и лучше. Древние греки говорили, хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай. Прошли века, и, несмотря на технический прогресс, бег и сегодня один из самых популярных видов. С него начинают все, кто приходит заниматься в легкоатлетический манеж. Беговые виды легкой атлетики. Это спринт на 100, 200 и 400 метров, бег на средней дистанции, в том числе с препятствиями, классические 5 и 10 тысяч метров, барьерный бег на 100 и 400 метров, а также эстафеты. Все они проходят на легкоатлетических дорожках стадиона. Важные качества бегуна – способность поддерживать высокую скорость на дистанции, выносливость, реакция и тактическое мышление. Я занимаюсь не очень много, и поэтому пока призовые места не занимала, но я не очень-то и расстраивалась, потому что все только впереди. Я пришла сюда в 10 лет, до этого занималась в музыкальной школе, но мне не очень нравилось, и мне дедушка посоветовал, папа с дедушкой, то есть сказали – иди все-таки в спорт. Я пошла в спорт, вот, и уже 6 лет занимаюсь. Я бегаю спринт, то есть 60 метров, 100 и 300. Я на первых соревнованиях выступила очень хорошо, я сразу же с первого старта, с первых метров убежала от всех. На втором круге шла пешком, на третьем плакала. Но все-таки я сфинишировала, первая выиграла, и мне это затянуло, помогло остаться. Мне нравится бег на короткие дистанции, спринтовские, потому что там можно разогнаться, показываешь всю свою скорость, которая у тебя есть. Кажется, все очень просто – встань и беги. На самом деле многое имеет значение. Например, правильное положение корпуса рук и плеч. Юные спортсмены рассказывают, что без разминки бег начинать нельзя. Голову держать прямо, взгляд во время бега должен быть направлен на линию горизонта. Это нужно не для красоты, а для правильной механики бега. И дышать только носом. Ногами работать так, чтобы было как можно меньше сцепления с землей. Ступни ставить мягко, без резких ударов на пятки. И вообще, поменьше лишних движений. Ребята подметили одну интересную деталь. Не спортсмен выбирает себе дистанцию, а дистанция спортсменам. Пробежать можно любую, но победить не на каждой. Как бы мне не импонировал спринт, и если у меня нет к нему данных, я никак не стану и не побегу быстро. А вот где у меня получалось, где средней дистанции нужно выносливость, проявить характер, там и остался. Самый лучший период для знакомства с этим видом спорта по всем возрастным физиологическим нормам – 8-9 лет. В это время у детей развиваются скоростные навыки. А после 11-ти тренеры уже начинают предлагать упражнения на выносливость. Летом дети занимаются на всех открытых стадионах, зимой – в спортзалах. Часто отбор юных спортсменов происходит прямо на школьных уроках физкультуры. Мы ходим по школам и просматриваем детей. Конечно, придешь, когда на урок физкультуры, сразу же видишь тех детей, которые могут заниматься именно в легкой атлетике. А чем они отличаются? Ну, кроме нормального веса, какие особенности? А какие? Ну, они быстрые, шустрые. Знаете, не увольни. Алла Георгиевна Новошинская – тренер высшей категории, отличник физической культуры и спорта. Она сама набирает детей в группу и ведет много лет. Ее питомцы уже неоднократно становились призерами всероссийских и международных соревнований. Ну, пойдет. В этот раз получше было. Катя, ну, чуть-чуть заступила. Две стопы надо отнести назад и так же бежать. Задача атлета – так рассчитать разбег, чтобы точно попасть в точку отталкивания. Начало лунки от приземления в песке считается крайней точкой прыжка. Мировой рекорд в этом виде легкой атлетики – 8 метров 95 сантиметров. Установлен американцем Майком Пауэллом в 1991 году. Когда дети приходят в легкую атлетику, мы играем в легкую атлетику. Различные упражнения, барьерные упражнения. Они у нас и бегают, и прыгают, и пресс разный, и спина. Очень много, особенно в начальном этапе. А потом, когда они у нас уже окрепнут, тогда мы начинаем уже более специализированно подходить. Мы сразу уже видим, какой ребенок может прыгать длину, какой может бежать барьеры. У них сразу появляются наклонности. И мы, как тренеры, стараемся дать ребенку самому выбрать вид спорта. Но чаще, конечно, тренер подсказывает и направляет начинающего спортсмена в тот вид легкой атлетики, который ему больше подходит по физическим, психологическим данным. Существует целая наука по отбору. Учитывается даже строение стопы, лодыжки для бегунов и прыгунов, объем мышечной массы для метателей диска или ядра. Но и идеально подходящие параметры тела еще не гарантируют легкоатлету успех. Его, как правило, достигают ребята упорные и трудолюбивые. У нас школа Олимпийского резерва, и нам бы хотелось заниматься не набором, а отбором. Но, естественно, мы берем всех деток, потому что порой талантливый ребенок, ну так получается, что он бросает, а трудолюбивый и достигает определенного уровня. Ну, возможно, олимпийским чемпионом он не станет, но мы самое главное сделали в его жизни. Мы приучили его к здоровому образу жизни и мы научили его трудиться. Наличие современных спортивных комплексов, сильный тренерский состав – все это позволяет юным легкоатлетам Омской области добиваться побед на соревнованиях различного уровня. А мячи уверенно выступают на всероссийских и европейских первенствах. Правительство Омской области поддерживает легкую атлетику, способствует ее популярности. Ежегодно в сельских районах проходит спортивно-культурный праздник «Королева спорта». Большинство дисциплин, представленных там, легкоатлетические. При поддержке Министерства по физической культуре и спорту Омской области проходят традиционные всероссийские соревнования «Мемориал Булатовых». В зимний сезон – это одно из самых популярных состязаний в стране. Теперь мне понятно, почему легкую атлетику называют «Королевой спорта». Во-первых, потому что она самая древняя и с нее все начиналось. А во-вторых, здесь больше всего дисциплин и задействовано больше всего спортсменов. Это была программа «Юниор». Занимайтесь спортом! «Королева спорта»